В Армении стало известно, что во время войны 44-х дневной вооружённой силы Республики Армения ПВО противовоздушно-оборонного вооружённых сил Армении избили 4 собственных штурмалька Сухой Су-25 Крач и ТЛТ-8 Плакатикаса на Туфрукфуд Избили один вертолёт Ми-8 Какой модификации на Скайр-7, Ми-8? Ну, МТ, наверное В общем, Ми-8 вертолёт Транспортно-боевой То есть 4 самолёта, 1 вертолёт 4 штурмовика, 1 транспортно-боевой вертолёт И все они были сбиты войсками ПВО противовоздушно-оборонного вооружённых сил Армении В любой стране есть система госопознавания суть чужой В вооружённых сил Азербайджанской республики есть штурмовик Сухой Су-25 Крач и ТЛТ-8 Покатикаса на Туфрукфуд В Республике Армении тоже есть штурмовик Сухой Су-25 Крач и ТЛТ-8 Покатикаса на Туфрукфуд У них одинаковая радиоакционная заметность У них радиоизлучение, радиовысота, радиостанции, радиосвязь, у них всё одинаковое Но как во время войны каждая страна отличает свой летательный аппарат, свой штурмовик? Благодаря системе госопознавания суть чужой или запрос-ответ Это система государственного опознавания суть чужой или запрос-ответ Когда летит армянский штурмовик Сухой Су-25 Крач и ТЛТ-8 Покатикаса на Туфрукфуд Когда летит армянский штурмовик, они отправляют ему радиозапрос Закодированный радиосигнал Когда армянский штурмовик получает, он автоматически посылает ответный закодированный радиосигнал Что я свой, что меня сбивать не надо Когда подсылается такой радиосигнал ЗРК, 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 такие как ДСК-338 и ГЛАЭС Они как только получают сигнал, что я свой пуск блокируется Когда ПВО Армении, ЗРК, ЗРК видят армянский штурмовик Когда он отвечает, что я свой пуск блокируется То есть он автоматически его идентифицирует как свой Армянские ПВОшники не открывают по нему огонь В СССР взяли комплекс пассивно-радиотехнической разведки Кольчуга-М украинского производства. Это комплекс пассивно-радиотехнической разведки. Кольчуга-М обнаруживает радиоизлучение наземного морского и воздушного базирования. Обнаруживает, идентифицирует, классифицирует, обнаруживает дальность азимут и классифицирует. В комплексе Кольчуга-М есть понятие банк данных. Долгие годы, где-то с 2013 года, как минимум с 2013 года, вооруженности Азербайджанской республики используют круглосуточно, я подчеркиваю, это стратегически важно. Сейчас скажу почему. Круглосуточно используют этот комплекс пассивной радиотехнической разведки Кольчуга-М и следят за радиоэфиром в Армении, за всеми радиоизлучениями в Армении на Горном Карабахе. Они видят всё, начиная с радиоизлучения такси и скорой помощи, заканчивая радиолокационным излучением РЛС, радиолокационных станций. Любой из этих ракетокомплекс ЗРТ имеет радиолокационную станцию РП, радиолоката подсвета наведения, соцстанция обнаружения целей. Всё это радиолокационные излучения. Конклекс пассивной радиотехнической разведки Кольчуга-М обнаруживает их и записывает расчёты Кольчуга-М, классифицируют их, то есть дают каждому имена, то есть идентифицируют, вводят в банк данных. Если это работает, например, на функциональной радиолокационной станции радиолоката подсвета наведения РПН 5N63С, или, например, работает радиолокационная станция, например, раздание ракетного комплекса ЗРК-10К-331МК, МТОРМ-2КМ. Его РЛС, радиолокационная станция, состанция обмножения ЦЛРП, радиолокационная подсветная, которая работает. Этот комплекс идентифицирует их. В его банке данных азербайджанские расчеты идентифишут. Вот видят радиоизлучение, такого диапазона, такой частоты. Они знают, используя самые разные средства разведки, соединяя в этого азербайджанский испыт, это хорошо работает. Соединяют все источники разведданных, все разведданные поступающие разных источников, они соединяют воедино. В общем, разными путями они уже знают, что это за радиоизлучение, и тот радиоизлучение пишут. Например, «Сейнеракет Коблик, ЗРК-9К-331МКМ, ТОРМ-2КМ». Все, мы уже ввезем в базу данных. Обнаружили радиоизлучение командно-штабной машины Кашем Р-142НДМСН. У него три радиостанции, УК-Польтер-Картоволновая, КВ-Картоволновая. Они уже знают его радиоизлучение, получают, радиоизлучение видят направление, азимут, дальность, идентификацию, пишут. Вот. Каммана Шарнашина Кашем Р-142НДМСН. Ввели Бангтан. И вот так долгие годы, представляете, 2013 года, вот так записывают. Все, радиоизлучение, весь радиоэфир, они знают наизусть. Когда армянский штурмовик сухой Су-25 Грач из ЛТ-8, буквально сказано, что ФРОП вот летит на территорию Армении, ПВО противовоздушной обороны Армении, когда обнаруживает штурмовик, они посылают автоматический радиозапрос. Закодированный, посылает армянскому штурмовику ПВО Армении, посылает противовоздушную обороны Армении, посылает закодированный радиосигнал армянскому штурмовику. Армянский штурмовик автоматически отвечает своим закодированным радиосигналам, что я свой. Вот этот закодированный радиосигнал, который армянский штурмовик излучает, улавливает комплекс пассивно-радиотехнических рассветов Кольчуга-М. У этого штурмовика есть радиовысотомер. Это отдельная частота. Радиостанции. Все эти сети частот известны в Вооруженных Севастопольской Республике, потому что там тоже есть штурмовик, сухой Су-28 Грач из ЛТ-8, Балкация, Канадская, НАТО, Фокфуд. Также тот же радиовысотомер в Вооруженных Севастопольской Республике, есть те же радиостанции и там есть. Они же знают все эти частоты. И знают, что это за закодированный радиосигнал, что это за излучение отправляет этот армянский штурмовик. Они улавливают радиоизлучение, диапазон и чистоту. Это важно. Когда комплекс пассивно-радиотехнический рассвет Кольчуга-М улавливает вот этот закодированный, он фактически раскодирует этот закодированный радиосигнал. Они видят, что за радиосигнал армянский штурмовик посылает войскам радиовоздушного рон ПВО Армении. То есть они взломают фактически систему госопознавания свой чужой. Видят, что за код стоит на армянских штурмовиках. И во время войны закодируют на азербайджанских штурмовиках, тоже есть система госопознавания, те же, что и на армянских штурмовиках. Кодирует вооружённость азербайджанских диспублик свой штурмовик, сухой Су-125 Крач, из Телли-Т-8 по колотикации на ТО-ФРОКФУД. Его систему госопознавания кодируют как свой. То есть вооружённость азербайджанских диспублик свой штурмовик Котируют тем же кодом, что и армянский штурмовик. Время войны штурмовик вооружен в Азербайджанской республике. Проникает в воздушное пространство Нагорного Карабаха. И в Армении тоже. Кстати, он нанес мощный удар. Кстати, по авиационному удару по вартости на войну к Танису тоже. Поэтому на этой ситуации он тоже бомбил. Заходим в воздушное пространство Нагорного Карабаха. Сначала Нагорного Карабаха. ПВО противовоздушная оборона. Детейная ракетная комиссия 9К-33М3АСАКМ. 2К-11КРУГ, 2К-12КУБ, или 2К-12М4КУБМ4, 9К-33МКМТОРМ, 2КМ. Все обнаруживают азербайджанский штурмовик. Посылают ему заказированный радиосигнал. Семь госопознавания, свой чужой. Азербайджанский штурмовик автоматически отвечает тем же кодом, каким заказированы армянские штурмовики. То есть, тот же радиосигнал на такой же частоте, на таком же диапазоне посылает, а вот тот же, на такой же радиосигнал, армянским заинергетным комплексом ЗРК. Армянский ПВО идентифицирует его как свой. А штурмовик в СССР подлетает, начинает бомбить, в том числе кассетами, боеприпасами, кассетами инновационной бомбой, начинает наносить мощнейшие авиаудары. И вот так, безнаказанно, несколько дней подряд. Когда все это начинает... Почему вооруженность в СССР совершили 600 боевых вылетов за 44 дня? Это суперрекорд. Потому что, безнаказанно, кстати, потому что их не могли забивать. Когда это начало происходить несколько дней подряд, вооруженность в СССР начали понимать, что там, подозревать, что там происходит. Просто вынуждены отключили с опознаванием свой-чужой и начали обстреливать все летательные аппараты, которые они видят. Когда обстреливали армянские штурмовики, армянские штурмовики сбивали. Сбили 4 штурмовика, ПВО противовоздушного опору на Армении сбило 4 штурмовика и один транспортно-боевой вертолет Ми-8. Какая модификация? Скорее всего, Ми-8 МТВ-2. Я сейчас точно... Какая модификация Ми-8 была сбита, не знаю, но подозревает, что это Ми-8 МТВ-2. Показать, как цена, то хип. Хайп или хип называется. Его сбивают. 5 летательных аппаратов. То есть ПВО Армении, противовоздушная оборона Армении сбивает 4 своих самолета, 1 свой вертолет. 4 своих штурмовика, 1 транспортно-боевой вертолет. Своих же вооруженных сил. Армянские они, все армянские. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Редактор субтитров М.Лосева Бuv天